Поистине хвала принадлежит Аллаху. Мы восхваляем Его, просим Его о помощи и прощении. Мы прибегаем к Всевышнему Аллаху от зла наших душ и от наших скверных дел. Того, кого Аллах поведет прямым путем, никто не собьет, а того, кого Он собьет, никто не сможет наставить. И я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварищей и который превыше того, чтобы иметь себе равного или подобного себе. Я также свидетельствую то, что Мухаммад – его раб и посланник, его избранник и любимец, лучший из его созданий и ответственный за его откровения. Его Господь отправил его в качестве милости для миров и довода для всех рабов. Посредством него Всевышний Аллах наставил из заблуждения и просветил от невежества. Увеличил после малочисленности и обогатил после бедности. Объединил после разобщенности и даровал безопасность после страха. И да приводут мир и благословение Аллаха над ним, над его благим семейством и благословенными сподвижниками до тех пор, пока о них упоминают праведники, а ночь сменяет день. И мы просим Аллаха сделать всех нас из числа праведников, уммы Мухаммада, и собрать нас в судный день в его группе. А затем, уважаемые братья, Всевышний Аллах предопределил и установил, чтобы обладающие особым достоинством времена были разными и распределялись в течение года. Несколько дней назад мы говорили о том, как мы будем встречать благословенный месяц Рамадан. И он прошел так, как об этом сказал Всевышний Аллах. Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы устрашитесь. Считанное количество дней. И действительно, это были считанные дни, которые прошли мимо нас со своим светом, намазами, постом, выстаиванием ночей в молитвах. Они прошли со своим милостыней и чтением Корана. Сколько голосов читала Коран? Сколько было пролито слез в эти полные достоинства ночи? И Аллах принял это поклонение от тех из своих рабов, от кого пожелал. И отвергнут был тот, кто отвергнут. И мы просим Всевышнего Аллаха быть из тех, чье поклонение Аллах принял и кого освободил от огня. Уважаемые братья, даже если благословенный месяц Рамадан со всеми его достоинствами закончился в течение этих дней, мы ожидаем то, что его дополнит. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, тому, кто будет поститься в Рамадане с верой и надеждой на награду Аллаха, будут прощены его прошлые грехи. Затем пророк да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, сказал, человек, который постился в месяц Рамадан, а затем постился шесть дней из Шаввала, подобен тому, кто постился целую вечность. Мусульманину всегда следует устремляться к достоинству и добродетели. Если пророк да благословит его Аллах и приветствует, с похвалой отозвался о каком-либо деле, то верующим людям следует устремиться к нему и поститься. Поститься шесть дней из месяца Шавваль, пытаясь тем самым стать ближе к Господу миров. Награда за благие дела в месяц Рамадан дается в десятикратном размере. Следовательно, Рамадан подобен десяти месяцам, а эти шесть дней подобны шестидесяти дням, и таким образом пост в них занимает словно два месяца. Если человек постится в эти дни, получается, что он словно постился целый год. Далее мы ожидаем, как к нам придут десять дней в месяце Зульхиджи, о которых пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, нет любимей для Аллаха благодеяний, и нет более великой награды, чем за благодеяние, совершенные в первые десять дней месяца Зульхиджа. Его спросили, и даже чем джигад на пути Аллаха? Он ответил, и даже чем джигад на пути Аллаха, если не считать человека, вышедшего на пути Аллаха, рискуя своей жизнью и своим имуществом, и не вернувшегося ни с чем из этого. Мы восхваляем Всевышнего Аллаха за то, что он облегчил нам пост, о братья-мусульмане, признаком того, что благодеяние было принято, относится постоянное увеличение человеком своих благих дел. То есть, чтобы после того, как ты совершил благое дело, твое положение стало лучше, чем было до этого. Нужно, чтобы твое положение после Рамадана, в твоем устремлении молиться, держать уразу, не вредить людям, охранять свой язык, давать садаку, чтобы после Рамадана твое положение было лучше, чем до Рамадана. И человеку надлежит почувствовать, и чтобы другие тоже почувствовали, что он действительно изменился после Рамадана. Поэтому, когда ученые говорили о значении слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, воздаяние за хадж только рай, они сказали, что принятый хадж, хадж мабрур, это такой, после которого положение человека будет лучше, чем до хаджа. То есть, в его намазе, поклонении, в языке и поведении. Это улучшение и будет признаком того, что хадж был принят. Также один из признаков принятия твоей уразы заключается в том, что Рамадан оказал на тебя влияние. Если в течение Рамадана ты воздерживался от просмотра каких-либо запретных вещей, тебе необходимо продолжать не смотреть на них и после Рамадана. Если в Рамадан ты делал утренний намаз в мечети, продолжай это благое дело и после Рамадана. Если в течение Рамадана ты жалел бедняков, ощущал их печаль и нужду, сочувствовал им, пусть это сочувствие и милосердие сопутствуют тебе и после Рамадана. Если в Рамадане не проходило и дня, как ты не читал Книгу Всевышнего Аллаха, извлекал из нее пользу, возвышался духом, то тебе следует стараться поступать так же и после Рамадана, чтобы твое поклонение с Кораном не было таким же, как обязательным постом, который нужно соблюдать только в Рамадане. Раз в год. Нет, Коран должен постоянно сопровождать тебя в любой ситуации. Воистину, те, которые читают Писание Аллаха, совершают намаз и расходуют из того, чем мы наделили их, тайно и открыто, надеются на сделку, которая не окажется безуспешной. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сообщил, что Коран будет ходатайствовать за своих приверженцев в судный день. Его приверженцы – это те, кто относится к нему с вниманием. Его приверженцы – это те, кто сидят вместе с ним, не игнорируют его и не забрасывают. Пасаник Аллаха сказал, «Господи, мой народ забросил этот Коран». Забросил, то есть они не читают его аяты. Коран заброшен, когда они не размышляют о назиданиях в нем. Он заброшен, когда почти никто не берет его в руки, кроме тех, кто, возможно, заранее пошел на пятничный намаз. Человеку не следует так поступать. Наоборот, Рамадан должен быть станцией или местом остановки, на которой возрастает твой энтузиазм, увеличивается истинная связь с Кораном и приумножается твое искреннее размышление над его аятами. В Рамадане ты читаешь Коран и говоришь сам себе, «Где же я был раньше? О, Коран! Где раньше было мое сердце? Я непременно продолжу читать тебя даже после Рамадана». Так не нарушай это обещание. Многие из нас, молясь таравих намаз, говорили в душе, «Я непременно продолжу делать витр намаз после Рамадана и никогда его не оставлю». Будь осторожен. Не нарушай этот договор. Многие из нас, ощутив сладость дуа с имамом или наедине, говорили в душе, «Почему же до Рамадана я не ощущал эту сладость? Почему мое сердце не наслаждалось таким способом? И где была моя вера?» Я непременно продолжу это и после Рамадана, после чего это намерение не осуществлялось. Так не нарушай свое обещание. Как много было людей, проявлявших щедрость в Рамадан и раздававших милостыню реал или два. Потом эти люди говорили в душе, «Почему бы мне не давать милостыню этим небольшим количеством денег, пытаясь тем самым приблизиться к Всевышнему Аллаху? Так знай, что тебе не следует нарушать этот договор. Продолжай свои благие дела и после Рамадана». Когда Аллах упомянул в своей книге некоторое количество праведных дел и то, что люди делают их постоянно, Он сказал, обращаясь ко всем нам, «Не уподобляйтесь той женщине, которая распустила свою пряжу после того, как скрепила нити». Какая-то женщина прила пряжу и когда она уже скрепила нити, она начала хорошо прясть. Люди ожидали, что она спридет еще что-то из-за того, как хорошо у нее это получается, из-за ее мастерства. И вдруг она не просто больше ничего не пройдет, нет, она приходит к этой пряже, над которой уставала, на которую тратила свою силу, над которой столько трудилась и приказывает, чтобы ее распустили. Так какая тогда будет польза? Какая польза от поста, если после окончания человек уже не поклоняется? Какая польза от выстаивания ночи в намазе? Какая польза от дуа? Какая польза будет от нашего дуа в Рамадан, когда мы говорили, «О Аллах, о изменяющие сердца, укрепи сердца наши на твоей религии». И вот из религии, выстаивание ночных намазов, из религии чтения Корана, из религии правдивость и благонравие, зачем ты все это распускаешь после Рамадана и возвращаешься к тому, что просыпаешь утренний намаз? Возможно, ты возвращаешься к тому, что опять не делаешь намазы в джамаате, забрасываешь чтение Корана. Человеку следует быть искренним, уважаемые братья, искренним самим собой, в том, чтобы не следовать за своими страстями, поддаваясь шайтану. Братья, все это относится к праведным делам. Пророк, да пребудут над ним мир и благословение, Аллаха сообщил, когда говорил о достоинстве намазов. Он, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил то, что касается ночного намаза, сказав, витр соблюдает только верующий. Одним из признаков веры, он назвал совершение витр намаза. Также он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в достоверном хадисе, воистину Аллах добавил для вас намаз. Совершайте его между Айша и Фаджар намазами, то есть витр намаз. Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, витр соблюдает только верующий. Вам следует делать кияму лейль. поистине это является обычаем праведников живших до вас приближением к всевышнему аллаху удержанием от греха искуплением прегрешений и выстаивание ночи изгоняет болезни из тела мы выстаивали ночи в рамадане мы выстаивали 11 ракатов мечети были полны людьми возможно имам долго читал намаз и люди продолжали стоять за ним в покорности и смирении таково было обыкновение верующих праведников подобных вам теперь необходимо стремиться к тому чтобы продолжать выстаивать ночи даже после рамадана если человек будет молиться каждую ночь уважаемые братья хотя бы один ракаат и минимальное количество ракаатов витре один ракат если после айша намаза он сделает один ракат который займет у него всего полминуты перед всевышним аллахом будет записано что в ту ночь этот человек был одним из тех кто выстаивал намаз он будет считаться одним из тех кто молился ночью так будет если он сделает всего один ракаат так что будет если он помолится 3 ракаата 5 ракаата или 7 нет сомнения в том что так он станет ближе и лучше перед нашим всевышним господом так старайся постоянно и всегда делать витр намаз если тебе лень делать витр намаз дома тогда сделай его в мечети после айша намаза если хочешь сделай еще два ракаата сунны айша и если хочешь не делай их так как это дополнительный намаз но стремись к тому чтобы сделать витр который является лучшим из намазов после пяти обязательных намазов лучший из таких намазов это витр затем после него наибольшим достоинством обладает сумна фаджр намаза потом дополнительные намазы и остальные дополнительные намазы но лучший из этих дополнительных намазов на вафель и лучший намаз после пяти обязательных это витр намаз даже если ты сделаешь хотя бы один ракаат некоторые ученые приводили слова пророка да благословит его аллах приветствует воистину аллах добавил для вас намаз и делайте его то есть витр намаз некоторые ученые привели эти слова в качестве доказательства того что витр обязательно и сказали раз пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, поистине Аллах добавил для вас намаз, это значит, что 5 обязательных намазов превратились в 6. Также они утверждали, это из-за того, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, очень побуждал к его совершению. И если он пропускал витер намаз ночью, он, да благословит его Аллах и приветствует, восполнял его днем, как об этом говорится в хадисе. От Аиши да будет доволен ею Всевышний Аллах. Я прошу Всевышнего Аллаха сделать нас из числа тех, кто постоянно совершает благие деяния. И прошу Аллаха сделать так, чтобы наше положение после Рамадана было лучше, чем до Рамадана. На этом я заканчиваю и прошу у Великого Аллаха прощения для себя и для вас от всякого греха. Просите у него прощения и кайтесь перед ним. Воистину, он прощающий и милосердный. Хвала Аллаху за его милость и благодарность ему за дарование им успеха. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, возвеличивая его положение. И я свидетельствую то, что Мухаммад его раб и посланник, призывающий к его довольству, да благословит Аллах и приветствует его, его семью, братьев и любимых ему людей, а также тех, кто пойдет по их пути и последует по их следам и их сунни, вплоть до Судного дня. А затем, уважаемые братья, я прошу Всевышнего Аллаха записать всем нам прямое руководство, обратить нас к нему прекрасным образом и объединить слово мусульман на благе и прямом пути. О Господь миров, я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы наше положение после Рамадана было лучше, чем до Рамадана, как в нашей религии, так и в нашей мирской жизни. О обладатель величия и великодушия! О Аллах, поистине мы просим Тебя исправить положение мусульман по всей земле! О Аллах, помоги нашим братьям в Сирии! О Аллах, помоги им в Сирии! О Аллах, сохрани их жизнь! О Аллах, исцели их больных! О Аллах, прими их шахидов! О Аллах, накажи тех, кто приступил к границе дозволенного и притеснил их! О Аллах, поистине Башар и его партия приступил к границе дозволенного в городах, распространял в них много нечестия! О Аллах, пролей на них бич мучений и будь в засаде против них. Покажи нам на их примере чудеса твоего могущества, о сильный, о могущественный. О Аллах, объедини слово мусульман по всей земле. О Аллах, объедини их слово в Йемене, объедини их слово в Египте и Ливии, в Тунисе и по всей земле. О Господь миров. О Аллах, исправь положение наших братьев в Ираке, в Сомали, в Судане, в Палестине и по всей твоей земле. О обладатель величия и великодушия. О Аллах, избавь от голода жителей Сомали. О Аллах, облегчи доставку помощи к ним. О Аллах, исцели их больных. О Аллах, исцели их больных. О Аллах, исцели их больных. О обладатель величия и великодушия. О живой, о поддерживающий жизнь. О Аллах, направь нашего правителя к тому, что ты любишь и чем ты доволен. Направь его к благочестию и богобоязненности. О Аллах, наставь его на твой прямой путь и направь его деяния к твоему довольству. И также у остальных мусульманских правителей. О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил ты Ибрагима и семейство Ибрагима, и ниспошли свои благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как ниспослал ты благословения Ибрагиму и семейству Ибрагима, воистину ты хвалимый славный, твой Господь, Господь могущества, причист и далек он от того, что они приписывают Ему, мир посланникам, хвала Аллаху, Господу миров.